В интернате плановые капитальные работы в корпусах проводятся поэтапно, чтобы не доставлять людям, проживающим там, постоянно неудобства. В прошлом году был проведен капитальный ремонт пищеблока. В этом году очередь дошла до колясочного отделения, где капремонт полов не проводился со времен постройки, то есть с 1973 года. Будет проведен ремонт в крыле-колясочниках. Заменено три двери в санузлах и душевых на пластиковые. Будет заменена дверь на утепленную металлическую на балконе. В палатах будут заменены полы, деревянные сгнившие демонтированы вот уже. И будет залит бетон, постелен керамогранит. Также будут покрашены стены, полы, потолки. Выровнены и покрашены. Масштабный ремонт проводится по линии Министерства семьи и социальной защиты населения Республики Башкортостан. В ходе торгов, в которых участвовало восемь подрядчиков, удалось значительно снизить сумму сметы. Порядка 29% бюджетных средств, это порядка 350 тысяч, которые выделены для ремонта из бюджета Республики Башкортостан. И данные средства, сэкономленные, будут использованы на капитальный ремонт с заменой деревянных окон на пластиковые и на ремонт санузлов, туалет и душевые. Также в этом году будет проведен ремонт. За время проведения ремонтных работ, чтобы не останавливать оказание социальных услуг, 38 проживающих расселены по другим отделениям интерната. При этом, пусть это и временный переезд, но все сделано так, чтобы сохранить для них привычный комфорт и безопасность. Получатели социальных услуг, согласно их диагнозам, мы рассредоточили по интернату. Инвалидов-колясочников мы разместили на первом этаже. Но, тем не менее, у нас и в рабочем состоянии лифт находится по всему интернату, сделаны пандусы. Любой инвалид может у нас передвигаться без помех по всем помещениям. Сроки ремонта, который начался только на прошлой неделе, соблюдаются. И если все будет идти согласно плану, заехать в обновленные комнаты постоянно их жители смогут уже в середине ноября. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».